И снова добро пожаловать в Австралийский музей бронетехники и артиллерии. Это вторая часть нашего рассказа о Центурионе Марк 5. Как обычно, начнём с экстерьера башни. Это командирская башенка. На задней стенке башни находится корзина, которая не была оригинальной деталью, её добавили позднее. Внутри корзины на задней стенке башни крепился моток проволоки, и так делали ещё до установки корзины. Проволоку использовали при стоянке лагерем с бивачным расположением, когда все танки использовались для создания охранного периметра. Для поддержки коммуникации между машинами внутри лагеря радиостанции не использовались, чтобы не выдать местоположение стоянке, поэтому танкисты протягивали телефонный провод между танками, и получалась закрытая линия внутренней связи. О люке командира можно сразу сказать, что он большой. Это один из самых больших люков, которые я видел за время этой передачи. Даже если командир полностью облачён в зимнее обмундирование, и на боку у него висит личное оружие, он всё равно может легко забираться внутрь и покидать машину. Сама крышка люка оборудована очень простой пружинной системой. У крышки есть три положения. Полностью горизонтальная, хотя в инструкции говорится, что применять его надо с осторожностью, чтобы не ударить что-нибудь крышкой при повороте башенки. Это стандартное открытое положение. Есть вертикальное положение, ну и, конечно, люк можно закрыть. Перед командиром находится прицельная мушка. Основной прицел наводчика защищён ограждением впереди. По углам башни расположены точки крепления для двух радиоантенн. Пару слов нужно сказать вот об этом перископе. Это штатный перископ для всех центурионов, но обычно их не устанавливали по разным причинам. Поэтому найти фотографии этого танка с установленным перископом очень сложно. Про внешнюю часть башни я рассказал. Давайте теперь заберёмся внутрь и посмотрим, действительно ли башня такая большая, какой она кажется снаружи. Итак, я сейчас на сидении командира и сразу в глаза бросается несколько вещей. Во-первых, мои длинные ноги, из-за которых все говорят, что я несправедливо отношусь к танкам, потому что я слишком высокий для них. Так вот, они совсем не достают до сидения наводчика, если провести вертикальную линию. Это просторный танк. И невероятно, насколько всё меняет пара лишних сантиметров диаметра погона башни. Сидение регулируется по высоте, оно очень удобное, с хорошей спинкой. К сожалению, сейчас оно застряло в самом верхнем положении. Также здесь есть откидная подставка для ног, на которой вы можете стоять, когда высовываете голову из люка. Сейчас я её сложил, чтобы ноги свободно опускались вниз. Существует две модификации командирской башенки. В ранней версии устанавливалось 9 перископов, а в поздней 8, а также бинокулярный смотровой прибор в передней части. Вращать башенку можно несколькими способами. Можно было либо использовать вот эту рукоятку, либо отключить стопор, облокотившись на башенку, и поворачивать её всем телом. Все перископы можно заменять по отдельности. По периметру люка установлены мягкие накладки для защиты. Из приборов управления у командира есть рукоятка электропривода поворота башни и, что интересно, рукоятка для вертикального наведения орудия. Ручное управление вертикальным наведением на месте командира встречается очень редко. В данном случае эта рукоятка соединена с рукояткой наводчика с помощью хомута, так что при повороте командиром этой рукоятки рукоятка наводчика также будет вращаться, потому что они соединены физически. Электропривода вертикального наведения здесь, похоже, нет, как и ручного поворота башни. Только электропривод. Почему так, я не знаю, но как есть. Ещё у командира есть приборы управления радиостанцией, которые находятся рядом с заряжающим, а также ящики для различных вещей, от ручных гранат до предохранителей и лампочек. Отсек задней части башни довольно просторный, но в большинстве танков там хранятся снаряды, либо установлена радиостанция. Здесь же просто находится ящик для вещей. С местом командира разобрались, теперь я перемещусь на позицию наводчика. Единственным минусом далёкого расположения его сидения является то, что забираться туда и покидать место наводчика чуть сложнее. Сидения наводчика, я бы сказал, вполне приемлемые. Не то, чтобы тут было очень много места для ног, но бывало и хуже. Что меня огорчает немного больше, это положение рук, когда они лежат на приборах наведения в двух плоскостях. Рукоятка электропривода башни находится справа далеко внизу, а ручка электропривода наведения орудия слева на уровне плеча. Не понимаю, зачем было так делать. Приборы ручного управления расположены чуть удобнее. Рукоятка вертикального наведения находится над левым коленом, а поворот башни справа от правого колена. Это основной прицел наводчика. У него восьмикратное увеличение, и это единственный смотровой прибор наводчика. Так что он не только основной, но ещё и единственный. На большинстве танков рядом с орудием устанавливается дополнительный прибор наблюдения, но похоже, что здесь для него просто нет места. Прицел оборудован двумя окулярами. Первый окуляр — это некратный прицел. Если посмотреть в него, вы увидите маленький кружок. Он показывает, какой у вас будет сектор обзора, когда вы будете смотреть в основной окуляр. Главный прицел градуирован для пристрелочного пулемёта. Курсовые пристрелочные пулемёты не устанавливались на Mark V в штатном порядке. Похоже, что на эту машину его установили позже. Шкалы для 20-фунтовой пушки в прицеле нет, только для пулемёта калибра 7,62, и пристрелочного пулемёта. Итак, вы определяете расстояние с помощью пристрелочного пулемёта, а затем выставляете значение для конкретного типа выстрела в механизме наведения. Тогда орудие автоматически наведётся вверх или вниз в зависимости от выставленного значения. После определения расстояния вы возвращаетесь к основному прицелу, наводите перекрестие прямо на цель. Больше ничего регулировать не надо. Просто нажимаете на спуск, и если ваши расчёты были верны и подтверждены пристрелочным пулемётом, то цель будет поражена. Для стрельбы с закрытых позиций слева установлен уклономер для вертикального наведения и угломерная шкала в тысячных для определения азимута. Перед механизмом наведения установлен квадрант, который использовался вместе с индикатором азимута при стрельбе с закрытых позиций. Справа установлено несколько электроприборов, также здесь есть система стабилизации. Если вы помните, на «Центурионах» устанавливались стабилизаторы фирмы «Метро Виккерс». Изначально стабилизация была только вертикальная, но в теории «Центурион» стал одним из первых танков, где появилась и горизонтальная стабилизация. А это означало, как говорилось в рекламных проспектах, что можно было поражать цель на ходу. Да, на испытаниях это действительно было возможно при достаточно низкой скорости и на относительно ровной поверхности. С точки зрения технологичности это был большой прорыв, потому что раньше для выстрела приходилось полностью останавливаться. В данном случае было возможно стрелять с приемлемой точностью на ходу без остановки на низкой скорости. Деталей на месте наводчика не так уж и много. Спусковые механизмы расположены на рукоятках ручного и электромеханического вертикального наведения. Есть также и ножной спуск для пристрелочного пулемёта. Пока я тут сидел, я понял одну вещь. Находиться долго на месте наводчика очень неудобно. Сидений для этого не приспособлено. Места вроде бы и достаточно, но никуда не двинешься. И спустя какое-то время всё начинает зудеть. Я сижу здесь уже 20 минут и мне очень хочется вытянуть ноги. К счастью, я могу откинуться назад, потому что хватает места между мной и командиром, но всё же место с натяжкой получает удовлетворительную оценку. А сейчас мы посмотрим, как устроено на этом танке рабочее место заряжающего. Забираться в люк заряжающего, как вы видите, быстро и легко. Люк очень большой, у него две створки, откидывающиеся вперёд и назад. Сейчас я на сиденье заряжающего. Полика подбашенной корзины здесь нет. Единственная деталь, которая поворачивается вместе с башней — это улавливатель стрельных гильз. Поэтому, когда заряжающий стоит, он должен быть уверен, что поворачивается вместе с башней. Также ему нужно поднимать ноги с пола корпуса, когда башня вращается. У заряжающего есть предохранительный выключатель. Чтобы ему не отрубило ноги или другие конечности, когда наводчик или командир использует электропривод поворота башни, не замечая, чем занят заряжающий, он может выключить электропривод, а когда всё готово, быстро включить его, чтобы наводчик снова мог прицеливаться. Основная обязанность заряжающего — обслуживание скорострельной 20-фунтовой пушки. Всего в танке 65 снарядов, но только четыре снаряда первой очереди находятся в самой башне. И ещё шесть хранятся в небольшом ящике прямо под орудием. Остальные уложены либо под полом боевого отделения, либо впереди под баком для питьевой воды. Вести огонь можно было целым рядом снарядов. Бронебойными с баллистическим наконечником, осколочно-фугасными, дымовыми, картечными, а также оперёнными подкалиберными. Подкалиберный снаряд способен пробить примерно 305 мм стальной брони, что по стандартам того времени очень неплохо. Проблемой было то, что уже производились более крепкие танки, и у 20-фунтовой пушки могли возникнуть трудности, поэтому британцы довольно скоро заменили её на 105-мм пушку L7, которая стала стандартным танковым орудием в НАТО. Над правым плечом заряжающего находится башенный люк. Он использовался для загрузки снарядов в башню, чтобы не поднимать их снизу, а также для выброса стрелянных гильз наружу, иначе бы они скапливались возле гильза улавливателя, который наполнился бы очень быстро. Как мне кажется, сюда бы поместилось 9 или 10 гильз, прежде чем вы захотели бы выбросить их наружу. Это вполне обычное явление. На любом танке места в гильзоулавливателе хватало только для первых залпов. Но обычно в бою после нескольких выстрелов подряд возникала пауза, во время которой можно было спокойно разобраться с ненужными гильзами. Заряжающий также отвечал за радиостанции, которые расположены сбоку. Изначально устанавливались беспроводные радиостанции номер 19 времён Второй мировой. Позже их поменяли на модель номер 88. У заряжающего есть всего один способ обзора, помимо высовывания головы из люка. Это перископ впереди. Можно его вращать и регулировать угол его наклона. Снаружи на перископе установлена защита от слепящего солнечного света. Справа находятся места крепления двух пулемётов. Слева крепление побольше для пристрелочного пулемёта калибра 12,7 мм, а справа — для пулемёта калибра 7,62. Левее хранились патроны для обоих пулемётов. Пристрелочный пулемёт не разрабатывался как смертоносное оружие. Всего выстреливалась очередь из трёх патронов, которые разрывались при контакте. Поэтому большого запаса патронов для этого пулемёта не требовалось. Ленту патронов в пулемёте калибра 7,62 приходилось, конечно, менять чаще. И ящик с патронами для него находится за ящиком для патронов калибра 12,7. Это неудобно, но учитывая размеры пулемётов, такое расположение ящиков было неизбежным. Если смотреть на пространство перед заряжающим, кажется, что места у него хватает. Конечно, при стрельбе у пулемёта была отдача, и стрельные гильзы падали вниз. Впереди установлен бак для питьевой воды с краном. Заряжающий также отвечал за котёл, в котором кипятилась вода для чая, супа и других необходимых британским танкистам вещей. И ещё дальше находится укладка снаряда в корпусе слева от мехвода. И одним из плюсов отсутствия подбашной корзины является то, что заряжающим очень просто добраться к уложенным внизу инструментам и боекомплекту. На этом танке делать это намного проще, чем на многих других, как, например, на М26 «Першинг». Последняя позиция на этом танке с экипажем из четырёх человек — место мехвода. Напомню вам про выпуск с танком «Комет», где я испытал все оттенки радости, удовольствия и наслаждения, пытаясь протиснуться в люк мехвода. И я рад сообщить, что в «Центурионе» конструкторы сделали всё правильно. Створки люка находятся прямо над местом мехвода. Их две, и они подпружинены, поэтому открыть их очень легко. В люк вмонтирован перископ, также оснащённый солнцезащитными щитками. Давайте я открою эти замечательные створки и заберусь внутрь. Рычаг переключения передач расположен неудобно, но всё же... Забираться намного проще. Итак, я внутри. Здесь довольно удобно. Створки нужно раскрывать в определенной последовательности. Стоит отметить одно из преимуществ распахивающихся створок. Они расположены низко, и неважно, в какую сторону повернута башня. Мехвод, скорее всего, сможет в любой ситуации их открыть и выбраться наружу. Но есть и минус. Из-за солнцезащитных щитков вы не можете полностью открыть створки и зафиксировать их в открытом положении. Поэтому для езды с высунутой из люка головой нам придется заранее снять щитки. Мехвод мог покидать машину и через боевое отделение. Если башня повернута чуть направо, вместо того, чтобы выбираться через отсек с боеприпасами, мехвод может убрать брезентовый навес прямо за ним и выбраться таким образом. Над левым плечом установлен один из двух стационарных огнетушителей. Это баллоны с углекислым газом под высоким давлением. Внутри моторного отсека установлено несколько пожарных датчиков. Так что если вдруг загорится двигатель или начнется пожар в моторном отсеке, ведь там расположены топливные баки, то вы услышите пожарную сигнализацию, очень громкую. Нужно потянуть рычаг вниз, это сломает печать внутри баллона с СО2. И с помощью пяти распылителей внутри моторного отсека пожар должен быть потушен. На всякий случай есть и второй огнетушитель. Для борьбы с пожаром в отделении экипажа установлены ручные огнетушители. Запускать двигатель в этом танке очень просто. Активируете главный выключатель электропитания справа, включаете зажигание, выжимаете сцепление, ставите нейтральную передачу, нажимаете на кнопку стартера, и можно ехать. Если двигатель слишком холодный и не заводится, то нужно использовать рычаг дроссельной заслонки. Если вы слишком молоды и не знаете, что такое дроссельная заслонка в автомобиле, спросите у отца. Начинать движение лучше всего со второй передачи. На первой вы разгонитесь примерно до трёх километров в час. Схема переключения передач стандартная. И традиционные три педали. Сцепление, тормоз и, как вы можете догадаться, акселератор. Есть интересная проблема с переключением передач, когда вы хотите остановить вращающуюся муфту. Раньше это делалось с помощью двойного выключения сцепления. В этом танке для этого нужно было резко переключить рычаг управления в нейтральное положение. Это останавливало муфту, и вы легко могли включить следующую передачу. Но здесь есть несколько подвохов. Если вы дёрнете рычаг слишком резко, ваш танк внезапно поедет в неизвестном направлении. И хотя инструкция говорит «дёрните рычаг», она также напоминает, что это должно выполняться только опытными водителями и всегда вне дороги. Потому что на дороге есть неплохие шансы, что вы улетите в кювет. В остальном приборы управления устроены стандартно, но меня немного смущает расположение рычага переключения передач по центру. Думаю, со временем к этому можно было привыкнуть. Как мне кажется, этот люк рассчитан на менее крупного человека. Я сейчас нахожусь в верхнем положении, и мне относительно удобно. Колени высоко, и люк немного на меня давит. Думаю, что наводчик и мехвод должны были быть самыми маленькими людьми в этой машине. Это один из танков, которыми я могу управлять, в отличие от многих его современников, которые я могу водить с трудом, либо вообще не могу. Учитывая простой доступ к месту мехвода и то, что я здесь помещаюсь, можно сказать, что это значительные улучшения в сравнении с предыдущими танками. Поэтому я уверенно ставлю удовлетворительную оценку. Больше о месте мехвода сказать особо нечего. Это очень простые и старомодные системы трансмиссии и управления, как на большинстве танков. Акселератор, как на большинстве танков и так далее. Ещё стоит отметить, что при движении задним ходом рычаг управления всегда поворачивает нос танка в ту сторону, в которую вы его тянете. Так что если вы движетесь передним ходом и хотите повернуть налево, вы тянете рычаг налево. Если вы едете задним ходом и хотите повернуть направо, вы всё равно тянете рычаг влево. Тогда нос танка повернёт влево, а корма — вправо. На этом всё о месте мехвода, да и вообще об интерьере отделения экипажа на Центурионе Марк 5. Сейчас я выберусь отсюда, подведу краткий итог, и мы с вами на этом закончим. Больше всего танков, конечно, использовала Великобритания, а США, как ни странно, стала второй по количеству приобретённых Центурионов. Правда, покупали они их не для себя, а для западноевропейских союзников в рамках программы взаимной военной помощи. Сотни танков были поставлены в Данию и Нидерланды. После участия в Корейской войне Центурион хорошо зарекомендовал себя, и заказы на него стали приходить и из других стран мира — Израиля, Швеции, Швейцарии и Канады. Австралийские Центурионы принимали участие во Вьетнамской войне. Одним из них был знаменитый ядерный танк. Это был единственный танк, который во время испытаний подвергся воздействию ядерного взрыва, а после был отправлен в бой. Он до сих пор находится где-то в Австралии в качестве памятника. Сравнений с танком Т-55 позади меня было, конечно, не избежать. Хоть Т-55 намного меньше, остальные характеристики, в принципе, схожи. Это тоже танк, построенный сразу после войны. Он находился на службе десятилетия, и существует множество его модификаций. Возникает вопрос, какой танк всё же лучше. Я уважаю Т-55, но в данном случае отдам предпочтение Центуриону. Его высокая жизнеспособность, возможности для экипажа использовать танк наиболее эффективно и широкий простор для модификаций, по моему мнению, делают Центурион в его весовой категории самым лучшим танком. И на этом противоречивом заявлении я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем выпуске.